Всем большой-большой привет! Недавно вышла демоверсия ОГЭ 2024 по русскому языку. И сейчас самое время разобрать ее и понять, так ли на самом деле много изменений будет в 2024. Что мы знаем? Давайте разберемся по порядку. В русском языке, в принципе, есть две части экзамена. Это тестовая часть и письменная. В письменной части относятся изложение и сочинение. У сочинения есть три прототипа. Давайте начнем с тестовой части. Она, как мне кажется, претерпела больше всего изменений. Почему? Раньше у нас было относительно немного заданий. И даже ФИПИ делали определенную статистику, что старое задание номер 4, старое задание номер 8, старое задание 6 и 7 довольно легкие оказывались для ребят. И процент выполнения был высокий. А вот старые задания 2, 3, 5 выполнялись не так качественно, не так хорошо и не так успешно, как, возможно, многим хотелось. И в этом году составители ФИПИ придумали довольно интересную идею. Если вы смотрели ролик, он где-то здесь, я думаю, появится, который мы выпустили летом. Мол, как проходил ОГ-2023 и что нас ждет на ОГ-2024, где я разбирала проект. То есть задания, которые, возможно, могли войти в проект демоверсии. Небольшой спойлер. Почти все из них вошли. Вот так вот мы на самом деле все угадали. Но мы думали как? Будут новые задания и уберут какие-то старые. Но составители подумали немного иначе. Поэтому они оставили старые задания и ввели новые задания. Именно поэтому в тестовой части ОГ-2024 по русскому языку есть 11 тестовых заданий. Такого давно уже не было на самом деле в ОГ. Но давайте разбираться. Все ли так страшно? Задание 2 остается для нас довольно привычным. Это один из прототипов старого задания номер 2, которое у нас было даже в 2023, 22, 21 и 20. То есть вам нужно найти грамматические основы. Точнее даже не так. Они у вас указаны и вам нужно определить, верно указана грамматическая основа предложения или части предложения, или это сделано неверно. Соответственно, верные высказывания просто нужно выписать ничего более. То есть этот прототип уже был в экзамене, мы с ним хорошо знакомы, и он для нас не новый. Задание 3 – это старое задание номер 2. То есть давайте сравним. У нас есть задание 2 и задание 3. То есть это прототипы задания номер 2. Именно поэтому я считаю, что экзамен отчасти никак не усложнили. Задумайтесь. Раньше у вас было одно задание 2, и вы не знали, что там может оказаться. То есть какой из двух прототипов, где будут просто грамматические основы, или где будет сразу множество правил, типа сказуемых, односоставные или двусоставные, какие-то обособленные определения, обособленные обстоятельства, типа придаточных и так далее. Правил же очень много. Соответственно, вы не знали, какой именно из прототипов вам попадется на экзамене. Сейчас задачу даже, мне кажется, чуть-чуть упростили, потому что вы знаете, что сразу оба прототипа у вас будут на экзамене. То есть сложно сказать, что это новое задание, для которого нужна какая-то новая теория. Это старое задание, для которого не нужна никакая новая теория, потому что все, что вы изучали для старого задания 2, сейчас пригодится для задания 2 и для задания 3, так как это просто некое, знаете, разделение заданий. Можно сказать, что задание 3 – Это сиамский близнец от задания 2. Вот и все. Дальше. Задание 4 уже поинтереснее. Почему? Мы его рассматривали в ролике, но даже там оно выглядело немного иначе. Когда мы рассматривали это задание в ролике, мы подразумевали, что пунктуационные правила будут на один знак припинания. То есть, либо все на тире, либо все на двоеточие, либо все на запятые. Подобного прототипа с кавычками мы не видели. Далее. У нас будут 3 пунктуационных правила и 5 предложений. И я в ролике говорила о том, что это задание будет усложнением. Почему? Потому что во всех 5 предложениях будут необходимы нам знаки припинания. Видите? В проекте демоверсии изменили эту концепцию. То есть, у нас есть одно правило на запятые, одно правило на тире, одно правило на двоеточие. И 5 предложений, в которых есть иногда и запятые, и тире, и запятые, и двоеточие. А иногда, например, нет двоеточия и тире. Соответственно, мы точно знаем, что это предложение будет подходить либо под правило запятой, либо вообще не будет подходить. Но само по себе задание, мне кажется, абсолютно несложное. Ребята на разборе демоверсии тоже сказали, что в нем ничего нет страшного. Давайте даже посмотрим внимательно на задание 4 из демоверсии. Первое пунктуационное правило. Определение, выраженное причастным оборотом, стоящим после определяемого слова, обособляется. Что это значит? Это значит, что среди пяти предложений вам нужно, во-первых, найти предложение с запятыми, а во-вторых, найти предложение с причастием, именно с причастным оборотом, который стоит после определяемого слова. Видите? Довольно просто. Нам подойдет предложение номер 5. Каждый язык отражает картину мира и через грамматику, поэтому существуют языки, какие, что делающие, имеющие более 30 падежей. Вот он наш причастный оборот, который стоит после определяемого слова. Следующее пунктуационное правило. При нулевой связке ставится тире. Это правило мы, в принципе, тоже с вами знаем. Подойдет предложение 1. Язык это зеркало. Видите? Язык, зеркало это грамматическая основа, между ними стоит тире. Все довольно просто. Опять же, подлежащий язык, сказуемое зеркало, чем выражено существительными в именительном падеже. И третье правило. Между частями сложного, бессоюзного предложения ставится двоеточие, если вторая часть поясняет, дополняет первую. Что в этой ситуации нам нужно сделать? Найти все предложения, в которых есть двоеточие. Можно даже методом исключения действовать, если вы, например, запутались. Предложение 3 нам не подходит. Почему? Зачем здесь ставится двоеточие? Из-за обобщающего слова в начале, то есть перед однородными. Что в этой ситуации делать? Смотрим, где еще есть двоеточие. Это предложение 4. Люди понимают, снег занимает в их жизни заметное место. Его количество, состояние, цвет очень важны. Все просто. Здесь действительно бессоюзное сложное предложение. Есть две грамматические основы. Между ними нет никаких союзов. Получается, задание 4 не суперсложное. Опять же, достаточно ли нам теории, которую мы знали для старого прототипа задания 3? Вполне. То есть теория, связанная со знаками припинания, с расстановкой знаков припинания пригодится нам и для задания номер 4. Вы спросите, а что? Ну вот, а где старое задание 3? Оно нам, может быть, так нравилось, казалось легким? Так вот, оно тоже тут. Теперь это задание номер 5. Видите, его не убрали. Мы думали как? Ведут новый прототип, задание 4, уберут старый прототип. Составители решили чуть иначе. Они ввели новый прототип и оставили старый прототип. То есть, если вы посмотрите на задание 5, вы поймете, что это вполне классическое, типичное задание номер 3, к которому мы могли готовиться на летнем курсе или к которому, возможно, вы готовились в прошлом году, видели там вебинары, ролики и так далее. То есть, это тоже будет полезно. Дальше начинается самое интересное. Почему? Есть задание номер 6. Это привычное старое задание номер 5, где есть 5 строчек, и нам нужно найти верные. Но мы прекрасно помним, что слова, которые написаны жирным и капсом, изначально написаны верно. Где может быть ошибка? В определении проописания той или иной орфограммы в слове. Мы ее будем там искать. Это задание никак не изменилось, оно осталось таким же. То есть, изменилось лишь нумерацией и ничего более. Но добавили, опять же, еще одно очень интересное задание. Думаю, многим из вас оно понравится, потому что оно выглядит довольно просто с точки зрения решения на самом экзамене. Давайте разберемся и прочитаем, как оно выглядит в демоверсии. Вечереет. Когда на небе догорает последний луч, из прибрежных зарослей раздаются таинственные шорохи. Мы пробираемся к дальнему лесу. Что нужно сделать в этом задании? Выписать все цифры, на месте которых пишется определенная буква. В этом случае это буква И. Я думаю, опять же, это мои предположения, что здесь будет встречаться буква И, буква Е, буква О, буква А. Возможно, добавят букву Я, но это не точно. Вряд ли туда засунут что-то еще. Поэтому, в принципе, этот конкретно прототип, то есть само по себе задание 7, оно проще, чем задание 6. Почему? Мы с вами знаем, что в задании 6 может встречаться огромное количество правил, а именно проописание приставок, проописание личных окончаний глаголов, проописание нени с разными частями речи, слитное, раздельное, дефисное проописание различных частей речи, проописание одной или двух н в разных частях речи. И это основные, как бы, базовые правила, я сейчас перечислила. Давайте задумаемся, могут ли здесь встретиться эти правила? Может ли здесь встретиться проописание нени с разными частями речи? Видите, вряд ли. А может ли здесь встретиться слитное раздельное дефисное правописание разных частей речи? Тоже вряд ли. То есть правила, которые мы изучали бы для старого задания 7, сейчас это уже задание 6, мы все еще будем изучать. Для задания 7 мы изучаем эти же правила, даже меньше нам их нужно. Давайте с точки зрения таких вот, как можно сказать, сиамских близнецов, я вам объясню логику. У нас было задание 2. У нас его поделили и стало задание 2, 3. Было задание 3, стало 4, 5. Было задание 5, стали задания 6, 7. То есть каждый прототип сложного задания 2, 3, 5 разделился. То есть стало по факту 2 варианта сложного задания 2, 3, 5. Нужно ли из-за этого учить нам больше теории? Нет. Нужно понимать, что теория, которую мы бы изучали для задания 2, полностью покрывает задание 2, 3. Теория, которую мы изучали бы для задания 3, полностью покрывает теорию для задания 4, 5. Важно же понимать, что у задания 2, 3 одна и та же теория, у задания 4, 5 одна и та же теория. И у задания 6, 7 одна и та же теория. О чем нам говорит? Это не усложнение экзамена. То есть по факту, если вы готовитесь к заданиям на синтаксический анализ, на орфографический анализ, на пунктационный анализ, составители лишь дают вам возможность увеличить свои баллы. То есть, если вы хорошо в 2023 году, например, подготовились к заданию 2, 3, 5, то в 2024 году это вам даст не 3 балла, а сразу 6 баллов. Кажется, выгода очевидна. Теперь перейдем непосредственно к новому заданию. На самом деле я рада, что его ввели, потому что оно вполне симпатичное и хорошее. Это задание связано с грамматическими нормами, с морфологией. И давайте посмотрим на прототип, который есть непосредственно в демоверсии. Он выглядит так. Ранее в ролике мы разбирали несколько прототипов, которые могут встречаться в этом задании номер 8. Сколько их будет на самом деле, мы узнаем уже чуть позже, когда эти задания появятся в банке FIPI, когда эти задания появятся в сборниках от FIPI, чего мы, собственно говоря, и будем ждать. Что встречалось в проекте, который мы разбирали еще летом? Во-первых, множественное число имен существительных, как раз таки тренер, тренеры. Что еще может встретиться? Склонение числительных, 500, 200 и так далее. Еще может встретиться различные формы глаголов, мол, поезжай, поезжайте, положите и так далее. Но это то, что мы видели непосредственно в проекте. Какие правила еще будут добавлены, мы узнаем лишь осенью, когда в банк FIPI добавятся новые задания и когда в сборниках, сборники будут, в принципе, сами опубликованы, и мы сможем посмотреть, какие там были задания. Любимое всеми задание номер 9. Почему любимое? Потому что это старое задание номер 4. Что это значит? Это значит, что у вас есть словосочетание. В демоверсии это плов по-узбекски, это примыкание. Вам его нужно было перевести бы в согласование, то есть узбекский плов. Ничего сложного тут абсолютно нет. Задание 10, 11, 12 это задание 6, 7, 8. В них никаких изменений не внесли, все осталось так же, как и было. На самом деле, если чуть внимательнее почитать кодификаторы, спецификации, демоверсии, можно узнать, что количество лексического анализа с точки зрения терминологии, с точки зрения теории увеличено. Соответственно, о чем нам это может говорить? О том, что будут какие-то новые прототипы и будут новые задания. Но опять же, эти новые задания мы сможем увидеть лишь тогда, когда в банк FIPI добавятся эти новые задания и когда в сборниках от FIPI они тоже появятся. Какие вообще есть итоги по тестовой части? Какие есть изменения? Что мы узнали? На самом деле, внедрили буквально одно новое задание, связанное с грамматическими нормами слова. Мол, тренеры или тренера, бухгалтеры или бухгалтера и так далее. Будет еще несколько правил, также теорию будем по ним выкладывать, публиковать и так далее. Это в реальности одно новое задание. Задание по типу 2, которое в принципе является старым прототипом задания 2, я не считаю новым. Задание 4 и задание 7, это в принципе новые задания, но для них требуется новая теория. То есть для них вам не придется проходить ничего сверхнового, неожиданного. Это чем хорошо? Вы проходите теорию одну одновременно для двух заданий. И это чертовски удобно. Остается вам лишь попрактиковаться отдельно. Например, на задании 2, на задании 3, на задании 4, 5, 6, 7. Это гораздо проще, нежели чем проходить сразу много теорий. То есть можно ли сказать, что УГЭ по русскому языку усложнили? Нет. Почему? Вам ввели же не задания полностью новые, для которых вам пришлось бы изучать новую теорию, много практиковаться. Нет. Вам ввели задания, для которых теорию вы и так изучали бы в течение года. В этом и есть определенный плюс. То есть реально новое задание одно. И то мы его на самом деле ожидали еще с начала лета. Теперь поговорим про вторую часть экзамена. А именно про изложение и про сочинение. Начнем с изложения. Есть довольно неприятный момент. Раньше за изложение мы получали 7 баллов. Теперь мы за изложение будем получать лишь 6 баллов. То есть 1 балл у нас забрали. С точки зрения сочинения, получилась примерно такая же история. Раньше за сочинение мы получали 9 баллов. Сейчас мы за изложение будем получать лишь 7. Почему? По первому критерию убрали 1 балл, а также убрали 1 балл в композиционной целостности. Соответственно, вот наши минус 2 балла. Помимо этого, еще мы знали, что были такие баллы за грамотность. Раньше их было 10 штук. Внутри 5 критериев, по каждому 2 балла. Но сейчас их 9, потому что за фактическую точность дается теперь 1 балл, а не 2. Получается, в изложении теперь 6 баллов, в сочинении теперь 7 баллов, за грамотность теперь 9 баллов. А сколько всего баллов тогда? Все еще 33. Из-за того, что нам увеличили количество тестовых заданий, но при этом уменьшили количество баллов за письменную часть, у нас все еще получилось 33 балла. Но здесь есть на самом деле интересный вопрос. Многие спрашивают, мол, а что будет с переводом баллов в оценке? Останутся ли они такими же? Останется ли проходной балл 15 и так далее? На самом деле, пока ФИПИ не публиковал информацию о рекомендуемом переводе из баллов в оценке. Многие думают, что действительно останутся. Мол, ну, баллы-то остались, действительно все еще 33. Я думаю, что немножко изменят систему перевода баллов в оценке, потому что с точки зрения теста это получится довольно халявно. Но посмотрим. Думаю, что в скором времени как раз-таки опубликуют перевод баллов в оценке, и мы узнаем, как это будет на самом деле существовать. Так что расстраиваться и отчаиваться раньше времени уж точно не стоит. И напоследок расскажу довольно интересный факт про сочинение 13.3. Теперь оно называется вот так. 13.1, 13.2 и 13.3. 13.1 и 13.2 существуют так же, как существовали до этого. Ничего интересного нет. А вот в сочинении 13.3 появилось два довольно интересных момента. И мы на примере демоверсии их с вами сейчас и рассмотрим. Давайте прочитаем формулировку. Напишите сочинение рассуждения на тему, кого мы называем настоящим другом. Дайте определение выражению настоящий друг и прокомментируйте его, ответив на вопрос, сформулированный в теме сочинения. Вы можете подумать, ну, как бы так и было. Нет, было не так. Сначала вам говорили, дайте определение выражению настоящий друг, а затем лишь писали про тему сочинения. Но, видимо, это вызвало такие проблемы, что ребята редко обращались к теме сочинения, поэтому предложение поменяли местами. Но более того, здесь добавили отдельную формулировку, что прокомментировать определение выражения нужно, опираясь на сформулированный в теме вопрос. То есть, то как раз-таки все существует так, как я вам и до этого говорила. Вы даете определение понять, а затем комментируете его, опираясь на вопрос из темы сочинения. То есть, нужно было бы написать настоящий друг это, а затем прокомментировать это определение, опираясь на вопрос, кого мы называем настоящим другом. Опять же, эта информация, как мне сегодня написали, была довольно очевидна. Я ее много раз говорила в вебинарах, в роликах. Но приятно, что все же в ВИПИ это уточнили и написали. Следующий момент. Приведите в сочинении два примера аргумента, подтверждающих ваши рассуждения. Один аргумент приведите из прочитанного текста, другой из жизненного опыта. Приводя примеры аргумента из прочитанного текста, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. О чем нам это говорит? Раньше подобная формулировка использовалась лишь в сочинении 9.1 и 9.2. Сейчас эта формулировка используется сразу в трех прототипах сочинений. Для чего? Раньше в сочинении 9.3 многие просто использовали сплошной пересказ. То есть не было никакого четкого примера, ребята даже не понимали, как формулировать этот четкий пример. И в ВИПИ придумали подобную историю снова добавить туда эту строчку, чтобы ребята использовали цитирование или отсылки на предложения, чтобы их примеры выглядели более конкретными. Давайте суммируем, что же все же произошло с ОГЭ 2024 по русскому языку. Во-первых, количество тестовых баллов, которые вы получите, не изменилось. Их все еще 33. Но может поменяться система перевода баллов в оценке. Далее. В тестовой части у нас теперь 11 заданий. Соответственно, у нас есть одно реально новое задание и три относительно не новых, потому что это задание на пунктуационный, орфографический и синтаксический анализ. Поэтому им мы не особо удивляемся, скажу честно. В изложении сократили балл, теперь не 7 баллов, а 6. В сочинении тоже сократили баллы, теперь их не 9, а 7. В грамотности тоже сократили балл, теперь их не 10, а 9. Можно ли сказать, что ОГЭ по русскому языку усложняют? Нет. Потому что вы не будете изучать сильно больше теории, нежели чем в прошлом году изучали ребята. Поэтому об усложнении говорить мы на самом деле не можем. Что есть? Увеличение тестовых заданий. Да, это есть. Что есть? Больше экзамен становится похож на ЕГЭ по русскому языку. Да, такое тоже есть. Выпускали летом ролик буквально, мол, как связаны ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Все больше и больше идет связанность, можно сказать, между ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Но это не так страшно. Почему? Чем лучше вы готовитесь к ОГЭ, тем проще вам сдавать ЕГЭ. Поэтому всем пока, до новых встреч и жду вас на курсах.